МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ РЕГБИ Проиграли они Московское Дерби своим соперникам из Динамо. Енисей же переиграл Красный Яр и Локомотив. Посмотрим, получится ли открыть счет сейчас Яну, воспитанник Санкт-Петербургского Регби. Хороший удар Баженова и есть три очка. Великолепен Ян Баженов. Колдует Эстерхиозен, так и в молодежных командах, где ставят очень хорошие МОЛы. В том числе это как раз таки работа Улдиса Саулиты. Ну и вот вы видите на ваших экранах, что МОЛ Енисея беспрепятственно врывается в чужую зачетку. И первая попытка. Первая попытка за авторством Никиты Егорова. По-моему именно второй номер Енисея автором попытки становится. Он замыкающим в МОЛе был, скололся. Но МОЛ свою работу сделал на отлично просто. 5-3, Енисей врывается вперед. Готовит Роман Сенченко свой удар. Точное попадание. Набрать за счет этого очки. Сенченко бьет и снова попадает. Это последнее игровое действие в первом тайме. 13-3 по-прежнему. Итак, друзья, возвращаемся мы на стадион Московской Академии Рэгби в город Зеленоград. Где продолжается противостояние Московской Академии Рэгби и Енисея СТМ. Точный удар. Атаковать и давить. В конце Лидзе остановили его. Держит оборону Енисей. И будет Некрасов попытка. Игнатий Некрасов попытка. Но преимущество до минимума. Преимущество до минимума сократили. Игроки Московской Академии Рэгби. Енисей во второй половине очков у нас пока не набирал. Практически реализация по центру. Еще и набегать нельзя. Спокойно, четко Баженов кладет мяч. Нужно выводить мяч из хватки Енисею. Но делает это Шаипкин. Прокидывает мяч ногой. Какая скорость от Шаипкина. Отправится сейчас консультироваться. С гладышем. Была там игра вперед у Шаипкина или нет? Попытка. Эта попытка показывает Алексей Баранов. Роман Сенченко воздевает руки к небу. 19-13. Почему игрок Енисея выключился из игры? Почему игрок Енисея выключился из игры в этом эпизоде? И опять. Опять кладет мяч Ян Баженов между двух стоек ворот. Неплохое давление от Енисея. Схватка уже практически в зачетке оказалась. Попытка. Попытка. 21-21. 21-18 становится счет. Все правильно? Сейчас еще точным ударом Гавричков отправил мяч туда, на пляж. И что, финальный свисток? Что ж, Московскую Академию Рэгби можно поздравлять с победой! Субтитры сделал DimaTorzok